Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня поговорим о перинатальных поражениях нервной системы. Пренатальные поражения – это период первые 28 недель беременности. Перинатальные поражения – это после 28 недель во время родов первые 7 дней новороженности. Периоды перинатального поражения нервной системы бывают острые и остаточные явления. Степень тяжести бывает легкая, средняя, тяжелая. Неврологические на решение периода новорожденного – механизм повреждения. Гипоксические, травматические, токсико-метаболические, инфекционные. Хотелось бы, прежде всего, поговорить о гипоксических поражениях, потому что они, прежде всего, и самого большого количества чаще всего встречающиеся. Это церебральная ишемия по степени и геморрагия. Гипоксические поражения центральной нервной системы. Церебральная ишемия связана, конечно, прежде всего, с возбуждением и угнетением центральной нервной системы. Она продолжительность составляет от 5 до 7 суток. Церебральная ишемия третьей степени, прогрессирующая по цели церебральной активности более 10 дней. Судорожная готовность у ребенка. Дисфункция стволовых знаков – это нарушение ритма дыхания, зрачковые симптомы, декортикация полной, частичное включение кары, декортикация, децеребрация, прогрессирующая внутричерепная гипертензия. Но черепные кровоизлияния или гипоксические состояния, они могут быть внутрижелудочковые кровоизлияния, и могут быть субарахноидальные кровоизлияния, и парихематозные. Если мы посмотрим здесь на рисунки, то посмотрим, увидим распространение кровоизлияния, которое может быть. Это область задней части мозга, мозжечковая часть, передние зоны коры головного мозга и теменно-височная область. Внутричерепные кровоизлияния гипоксические, они могут быть внутрижелудочковые кровоизлияния. При отсутствии специфических неврологических синдромов, например, трудно определить их. Чаще всего нам помогает эта нейросонография или, как мы говорим, УЗИ головного мозга. Удобная очень для обследования, для диагностики метод через наши роднички у ребенка. Можно посмотреть состояние головного мозга. Черепные кровоизлияния, они могут быть внутрижелудочковые двух вариантов – волнообразные и катастрофическое. Катастрофическое очищение внутрижелудочковых кровоизлияния – это прогрессирующее угнетение, коматозное состояние, мраморность кожных покровов, бродиаритмии, тонические судороги, глазные нарушения, нарушение терморегуляции. И постепенное течение, когда как будто бы ребенок родился в хорошем нормальном состоянии, и постепенно у него состояние начинает угнетаться. Атипичные судорожные пароксизмы, мышечная гипотония, нарушение метаболизма. Внутрижелудочковое кровоизлияние третьей степени характерно для недоношенных с экстремально низкой массой тела детей. Типично катастрофическое очищение прогрессирующего расстройства сознания. Дислокация ствола мозга. Примесь крови и реактивный плеоцитоз. Первичное субарахноидальное кровоизлияние, бессимптомное течение, синдром возбуждения, острая внутричерепная гипертензия, судороги. Кровоизлияние веществом мозга или, как мы говорим, парахематозное кровоизлияние. Чаще бывают бессимптомные, при рассеянной симптоматике, характерны гематомы полушарной локализации, гематомы задней черепной ямки, мозжечковой части, нарастающие стволовые симптомы. Травматические повреждения нервной системы – это внутричерепная родовая травма и родовая травма спинного мозга. Эпидруальные кровоизлияния, аномалия родов, несоответствие родовых путей, быстро нарастающая внутричерепная гипертензия. Субодоидальное кровоизлияние, оно бывает бессимптомное, и очаговое неврологическое нарушение развивается только в первые 72 часа. Противоположные гематомии отклонения бывают гемипаритическое состояние, синдром внутричерепной гипертензии. Субдуральное кровоизлияние, варианты течения катастрофическое и отстроченное, несоответствие родовых путей, размером головы, то есть функционально узкий таз у матери, крупный ребенок или катастрофическое течение с первых минут и часов жизни развивается признаки сдавления ствола мозга, коматозное состояние, проходящие косоглазие или нестагом, плавающие движения глазных яблок. Под остро прогрессирующее течение после периода относительного благополучия нарастают признаки внутричерепной гипертензии. Нарастает компрессия ствола мозга. В этот момент очень опасным является дыхательная сердечная недостаточность, появляется бульбарный синдром. Внутрижелудочковые кровоизлияния травматические. Это манифестация первых двух дней, может усиливаться до четырех недель. Гипервозбудимость, судороги, угнетение сознания, рвота, выбухание родничка, расхождение швов за счет гипертензии. Паренхематозное травматическое кровоизлияние клинической картины зависит от локализации объема кровоизлияния. Родовая травма спинного мозга, аномалия предлежания плода, неправильное выполнение акушерских пособий, боковая тракция, кровоизлияние в спину и мозг. Катастрофическое течение родовой травмы, мертворождение, летальный исход, прогрессирующие дыхательные наружения. Тяжелое течение родовой травмы, спинальный шок, парадоксальное диафрагмальное дыхание, живот вздут, отсутствие болевой чувствительности. Средне-тяжелое течение родовой травмы, клиника спинального шока, кратковременно, двигательные рефикторные нарушения, поражение нижнегрудного отдела. Чаще всего это визуализируется на МРТ, НКТ, электромиографии, нужна для того, чтобы проводить дифдиагностику. Билирубиновая энцефалопатия – повреждающий фактор, критический уровень непримух билирубина. Причина могут быть гипербилирубинемии, то есть рождается ребенок с резусфакторным нарушением матери и ребенка, чаще всего. Гипогликемия – повреждающий фактор, критический низкий уровень глюкозы в крови до 2 ммл. Может быть бессимптомный вариант течения, 20% новорожденной смены, возбуждение угнетением, судороги, апноэ. Гипомагниемия – снижение уровня магния до почти 1 ммл. Гипервозбудимость судороги. Гипермагниемия – магний повышается и угнетение сознания, коматозное состояние, остановка дыхания. Гипокальциемия – снижение уровня кальция до 0,75 ммл. Гипервозбудимость и чаще всего это судорожные состояния. Гипонатриемия – натрий менее 135 ммл. Клиника угнетения сознания, кома, судороги. Может быть бессимптомное течение. Гипернатриемия – натрий повышается более 145 ммл. Гипервозбудимость и артериальная гипертензия, тахикардия. Токсико-метаболические нарушения. Функция центральной нервной системы. Состояние обусловлено приемом во время беременности алкоголя. Клиника абстиненции, симптомы возбуждения судороги. Родоизрешение на фоне наркотических анестетиков. Клиника транзиторный синдром лекарственной депрессии. Четвертый раздел – поражение центральной нервной системы. Поражение центральной нервной системы при внутриутробных инфекциях. Цитомегаловирусы, герпеса, токоплазмозга, врожденная краснуха. Внутриутробные инфекции, лабораторные подтверждающие, либо косвенные факторы, позволяющие заподозрить состояние беременности с угрозой прерывания признаков острого инфекционного заболевания. Эта клиника характерна для нее энцефалиты, герпетический, цитомегаловирусный, токоплазменный, менингиты, энтеровирусные, гиперстезия, расхождение швов родничка, выбухание родничков, минигоэнцефалиты. При таком состоянии очень важно провести анализ спинномозговой жидкости. Гнойные менингиты, заражение плода во время беременности контактным путем у женщин с острой бактериальной инфекцией. Чаще всего клиника сопровождается септическим состоянием, прогрессирующим состоянием, коматозным состоянием. Грибковые или листерозные менингиты называются как осложнение генерализованных инфекций, подострое и постепенное развитие гидроцефалии, периментрукулиты, увеличение и осложнение полушарий мозга и самого мозжечка. Обязательно необходимо в диагностике исследовать бактериоскопию, бактериологию, лечение перинатальных поражений. Конечно же, состояние лечения начинается уже в пределах неонатологической службы, затем отделение патологий новорожденных, при стабилизации состояния уже рассматривается лечение уже в отделении детской неврологии совместно с педиатром, оптимальный температурный режим должен соблюдаться, адекватный диурез, обязательная профилактика инфекционных осложнений, медикаментозное лечение, снижение бирфузии органов, транзиторная дисфункция, наладить работу сердца, обязательно 10% глюкоза, альбумин, плазм, коррекция кальция, натрия, магния, кальциевого обмена, стабилизатор клеточных мембран, улучшение мозгового кровотока, это, конечно же, ковинтон, ценорезин, дибазол, препараты энцефабола, глицина, кортексина, нейропротекторы. Лечение выражено синдромом гипертензии, это магнезиотерапия, диакарб, вершпирон. Противосудорожные препараты фенобарбитал, фенибут, сибазон.